Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Копии, подключки, артефакты. Они становятся видимы и выходят из биоробота. Она как из какой-то слези себя вытаскивает и выходит. Слизь находится в биороботе? Да. Скажешь, как выйдет? Вышло. Включаю биороботу внутренний белый свет и биоробот выдавливает из себя все эти энергии слизи. Все выходит, формируется в шар. У меня нет шара. А что есть? Белый свет сжег остатки. Тонкая копия, она все вынесла. С ней связает вся эта слизь сейчас. Давай сделаем тогда так. Защищаем защитным потоком биоробот из чистых энергий Абсолюта. Берем Ольгу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ольги поднимаемся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Не апатия какая-то. Она говорит, наверное, готова. Может, не готова. На голове конструкцию стоит. Ольга, нам нужно от вас согласие на работу. Иначе мы не имеем права работать. Вы хотите оставаться с этими сущностями? Беряю конструкцию и давит на голову. Хорошо. Силом его намерения снимаю полностью эту конструкцию, которая находится на голове у Ольги. Один, два, три. Выходит вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Энергиями этой конструкции все это выходит. Зависает перед ней. Выдавливаем также эту слизь, которая находится при ней. Свет пошел. Слизь выходит, формируется во второй шар. Все, до ста процента выдавливаем. Не рвет, она плачет. Все выходит. Сейчас поможем, Ольга, не беспокойтесь, вы уже здесь. Она говорит, вы не отравили. Сейчас найдем ответственных. И если захотите, можем мы вернуть все ваши переживания, если у вас будет такое желание. Шар вышел, конструкция вышла. Отправляю оба шара в клетку-тюрьму. Вы меня слышите, Ольга? Да. Так лучше? Да, так лучше. Нам нужно ваше согласие на работу. Я согласна. Отлично. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Ольги, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Ольги, находит все. Выстраивает конструкции слизи, каналы, прямые каналы к ответственным, притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. У нее блоки какие-то стоят в тонких телах. Внизу в красной чакре и голубая вишитха. Силом его намеряем... Как голограммы такие заблокируют энергию. Силом его намеряем выдавливать в этих местах эти блоки. 1, 2, 3. Выходят, зависают перед ней. Это как голограммы, у них энергия ее. Вышли они? Да. Два блока, да? Две голограммы, да. Две голограммы. Хорошо, отправляю эти голограммы в клетку-тюрьму. Они переливаются как будто водой, наполненной цветом. Одно голубым, другое красное. Снимаются маски и голограммы. Все, кто в клетке, представят согласно своему эфирному коду ДНК. Давай снизу начнем здесь. Бес. Бес. Инкуб. Инкуб, есть. Ящера гуманоид. О, какая веселая компания. Как раз их не хватало сегодня. Ящер гуманоид. Еще кто-нибудь есть, Вера? Есть. Кто он? У нее лизард сердечной чакры, но он не выжил. Он как закупорен. Вытаскивай лизарда силами его намерения. Кидая в клетку. В клетке она визжает. Я тебя сейчас уничтожу, паразит. Ты что, пытался не выйти? Ну, какая-то защита есть. Группируется и покрывается чем-то. Влад, сожги его защиту. Удар. Готово. Хорошо. Вторая попытка. Ты не понял команды лизард? Он как обороняется, шпит в разные стороны. Я тебя сейчас сожгу. Если ты не прекратишь эти попытки здесь сопротивляться. Дай ему какую-нибудь команду. От него слово идет. Нападение, нападение. Он как в защите, в обороне. Какую я могу ему дать команду? Не знаю. Замри. Замер. Пример. Замер лизард. Я тебе еще раз объясняю спокойным, нормальным тоном. Ты находишься на чистке. Ты интерферент и паразит, который находится в биополе души. Я провожу эту чистку. Если ты будешь пытаться в этой клетке исполнять какие-то номера, я тебя просто уничтожу. Это первое предупреждение. Всего будет три предупреждения. Ты меня понял сейчас? Ты отвечаешь на мои вопросы. Исполняешь мои команды. Тебе это понятно? Понятно. Просто от него шло недоумение, пока ты все это говорила. Он уже чувствует себя как дома и считает, что это нападение на него. Он чувствует себя дома и считает, что это нападение на него, да? Ну хорошо, лизард. Можешь двигаться. Если будет, Вера, какие-то движения, скажешь мне. Итак, у нас бес. Какой бес, Вера? Девять. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? Пять лет. Пять лет. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Восемь. Восемь что? Лет. Восемь лет. Какой у нас ящер, Вера? 238. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Двенадцать лет. Двенадцать лет. Откуда у нас гуманоид? Орбита. С орбиты. Хорошо. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Орбита Орион. Я понял. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Столько же, сколько ящер. Понятно. Значит, ты наемник, да? Наемник. И здесь есть... Заказчик. Наши атрибуты. Я вижу ваши атрибуты. Прекрасно. И лизард, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Неугомонный. Двенадцать лет. Ты посмотри. Ты как-то причастен к... Ты связан с ящером и гуманоидом? Нет, он не связан. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Ольги спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные патогены и низкой аббрационной энергии в ее биополе выстраивается также канал к этой конструкции, к слизи, к этим блокам и голограмма. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ольге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Здесь идет информация от ящера. Он не 12 лет, он 9 лет. 12 лет он в поиске был и 9 лет он как находится в ней. Хорошо. Сканер дай мне полноту души Ольги на настоящий момент. 86. 86%. Где находится 14% ящер? Сколько находится в голограмме? И переправлял ли ты уже частицы души и биоматериал в свой мир? Он показывает на эти голограммы две. Там все находится? Не все. Часть есть подключки. С головы, которую сняли, давила. Я понимаю. Это все находится, все частицы души сейчас в комнате диагностики. Или ты переправил какую-то часть в свой мир? Да, есть. 1% у него есть. 1%. Хорошо. У кого из присутствующих есть контракт с Ольгой? Договор. Контракт. Что угодно. Если у кого-то есть договор, загорается маячок над его клеткой. Не пойму, они мигают как-то. У кого? Без. Хорошо, Без. Я второй раз повторяю все три раза. Если ты хочешь уйти, конечно, с этими рогами назад и не в уменьшенном виде, то ты мне ответишь на этот вопрос. У тебя есть договор или контракт с Ольгой? Ломается, но не хочет подписывать. С моей-то стороны я согласен уже. Подготовил. Но он не подписан. На чем ты подъехал? На какой чистоте? Страх. Хорошо. Кто из вас подключен к членам семьи Ольги? Обращаясь ко всем. К ребенку и мужу. Подожди. Без через ребенка действует. Но там свой интерферент. Значит, Без через ребенка действует. Скорее всего, у него веревка есть на ноге. И он дергает за эти веревки или на руки. То, что там есть другой интерферент, это понятно. С ребенком надо разбираться. Значит, только Без. Инкуб. Это понятно. Не присутствует. Ящер. Гуманоид. Лизард. Вы присутствуете в других. Нет. Хорошо. Как реверсфера? Медленно идет. Усилив. Все потоки в сто раз. Вот эта слизь, которая выходила, в ней осталась она как желчь. Идет слово, и она тянется от нее. Выдавляем эту желчь. Как будто она с ней расстаться не хочет. Но это мы не знаем, Ольга. Вы хотите расстаться с этой желчью, которая осталась от ящера в вашем биополе? Вообще, хотите быть чистой? Давайте так. Она знает, где ее решения, где были их. Но это возможно. Есть страх, который у нее в голове. Вера, ей не хватает 14% души. Это понятно, что человек не может сейчас адекватно. Давай вернем все и потом пообщаемся. Итак, реверс. Тормозит кто-то реверс? Ты мне скажи только. Или это она? Нет, закончился. Закончился. Хорошо. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ольга забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ольга себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Из конструкции, слизи этих блоков и голограмм забираем. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Ольги находится, по праву забираем назад. Пошел мощный поток, усиливая все в сто раз. Что возвращается? Ну, с этих килограмм возвращается энергия. У нее не было гармонизации слова и физического тела с духовного, грубо говоря. Ящер гуманоид, какая цель была вашего эксперимента? То, что вы делали? Чисто воровство энергии, создание копии, воровство частичек души и биоматериала? Или у вас были какие-то другие планы? Создание копии, это уже немало. Это ответ? Это ответ. Хорошо. Других планов не было. Ущепление души, создание копии. Хорошо. Лизард, твоя роль мне не совсем понятна. 12 лет ты находишься здесь. Ты не хотел выходить на мои команды. Ты проявлял какие-то попытки агрессии, находясь в клетке тюрьмы, в комнате диагностики. В чем твой интерес находиться в этом биополе был? У нее мгновенная реакция. У кого? Крик. А у нее, да? Да, он показывает. Хорошо, покажи мне эти эмоциональные. В списке он показывает. Давай. Он сидел в сердечной чакре, но также на голосовую действовал. Мгновенная реакция, без обдумывания чего-то, в ситуации, без представления, что есть другой путь. Сразу криком на крик, да? Потеря энергии. А он питался этим. Это понятно, что ты питаешься тем, что человеку самому не нужно. Это не упрек тебе. Я просто хочу сейчас разобраться в причинах. Что она сделала неправильно, что ты зашел. Лизард тоже не заходит к кому попало. Тебе нужны определенные частоты для того, чтобы ты мог там жить. И что это за чистота была? Реакция? Он показывает, что у нее много блоков. Она сама себя блокирует ограничениями и страхами. И убирает путь, который она уже знает. Здесь нет изменений абсолютно. На этом он и пользуется, поэтому он чувствует себя как дома. Ему тоже не нужны изменения. Ему тоже не надо развития. И ей тоже не надо, как мы понимаем. С этим понятно. Реверс закончился. Отлично. Начинаем вытаскивать то, что осталось. Начинаем с Биеса. Любителей договоров. Биес, скажи, есть лярвы в биополе? Ольги. Да, у нее шея, грудь, темное пятно. Шея, грудь, темное пятно. Голова, живот. Ни живота, затемнение. А голова? Есть темнота вокруг головы. А ноги? В ногах он принимает то, что есть. То он забирает. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы из-за темнения? Было бы неплохо, да. Выходи сначала, снимая все, что ты оставил на своей частоте, отключаясь полностью, вытаскивая все на месте, доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Можешь забрать. Ну, снимает он с ног ботинки. Хорошо. Готово. Разрешайте забрать все лярвы из-за темнения в биополе Ольги. Забирай и возвращайся назад. Самая большая темная лярва – это все такие вишутха. Голосовая. Да, и это все то, что она говорит, у нее на сердце складывается. Все, что она говорит, у нее откладывается на сердце. Мы обращаем внимание Ольге на эти слова. Иногда и самое неприятное она не понимает, почему. Поэтому это все накапливалось. Ну, сейчас уже понятно. Затемнение нижего, так и голова он снял. Хорошо, возвращайся назад. Инкуб, твоя очередь. Выходи. Снимай все, что я оставил в биополе. Что у тебя там было? Накидка? Ремни? Ошейник? Что ты установил? У него метка какая-то. Как круг на животе. А зачем ты метку поставил? Инкуб. Он ее пометил. Пометил территорию свою, да? Да. Понятно. Хорошо. Как ты на нее воздействовал? Как видели ее люди со стороны? Злой и старый. А этот круг, который на животе, он как горит, отталкивая всех. А, люди чувствуют и не понимают, почему. И создается впечатление, что злой и старой она стала. Вот такая магия есть у Инкуба. Это его работа. Он все снял? Он вытащил это все? Да, он снял. Хорошо, идем дальше. Ящер, на твоей чистоте что-то осталось в биополе Ольге? Что я не вытащил? Осталось, да. То, что она на чистоте ящера находится, подсвечивается в биополе Ольге. Скэнер просканируй. Выведи это. Здесь подключки. Все выводили. Тех чакр, в которых голограмма была. Вот эти все подключки. Скэнер выводит. Они как кольца. Два кольца вышли. Вышли. Отлично. Отправляю в клетку тюрьму. Выстраивается прямой канал от Ольги к этим кольцам. И Ольга дает все негативное патогенное, низкое абрационное, что она от них получила. Один, два, три. Пошла энергия назад. Все чужеродное негативное патогенное возвращается назад. Показывает гуманоид, что она как птичка окольцована. Имеет тоже метки, которыми они ее метили. Ну это уже, если несколько интерферентов об этом говорят, что они пометили. Это не есть хорошо для Ольги. Что возвращается в круги кольца. Здесь энергии идут чужеродные. Выдавливаемся. Навязанные слова идут. Получается, что у нее энергия не проходила по чакрам. У нее нет гармонизации. У нее как все чакры отдельно работают друг к другу. Голова отдельно от горловой чакры. Физическое тело отдельно от всего другого. Полная дисгармония. Реверс закончился. Хорошо, мы устанавливали фильтр золотой сеточки на этот канал. В порядке реверса. Ольга забирает все чистое, светлое, божественное энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистое. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращает Ольга себе обратно. Забираем частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Ольги находится мощным потоком, пошло назад. Сейчас ей идет свет. Человеческая энергия возвращается. Вот, отлично. Сканер, просканируй сейчас Ольгу на чистоте гуманоида и его подключик и конструкции. Не осталось ли что-то на его чистоте в биополе, что мы еще не нашли? У нее в голове тоже такое кольцо большое. Слово одет привычки. У нее как фантом там стоит, что делать? Выводим. А почему сработало на чистоте гуманоида? Это его было воздействие? Конструкция, которая стояла, она оставила определенные привычки. Поэтому, когда ей страшно, она делает то, что знает. Хорошо, вышло это? Да. Отправляю в клетку тюрьмы, выстраиваю прямой канал от Ольги к этому артефакту. И Ольга реверсом отдает все негативные патогены, низкоаберационные, что она от него получила. Пошел поток энергии, все чужеродное назад. Но здесь больше фантомные мысли какие-то готовы. Пусть уходит это, да, это тоже важно. Устанавливаю сеточку на этот канал в порядке реверса. Ольга забирает все, что находится на ее чистоте. Все позитивное, высокоаберационное, божественное. Все пошло назад. Здесь какие-то слова идут, что ты больше чем-то делаешь. Все в твоих руках. Она смотрит на руки. Есть ограничения, которые она себе поставила. Снято, и она может... Это и куратор говорит сейчас? Ну, видимо, да, и идет эта информация. Хорошо. Ограничения сняты, дороги открыты. И также на все реакции, что у нее в голове. То, что возвращается, это и расширяется возможности и мысли. Мысли другие должны приходить и открываться. И думать, прежде чем идет какая-то реакция. Важные золотые слова. Я благодарю куратора на этом месте за эту информацию. Хорошо. Лизард, остался ты. Выходи, вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Все свои энергии забирай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Ты уже успокоился, Лизард? Да, он успокоился. Он снимает круг с шипами, которые кололи ее на определенные реакции. Разные. Как нервные окончания дергали. Здесь именно шипы. Готово снял. Хорошо. Возвращайся назад. У нас осталась по плану сейчас рассинхронизация, которую мы не проведем, пока не аннулируем возможные договоры или контракты, которые находятся в биополе. Ольга. Переходим к этому. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Ольга должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Соглашением к контрактам и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. Ты знаешь, у нее вышло два. Один вышел на родовой, и он как гора мусора темного такого, а другой на копии контрагента. Кто? Бес? Бес, да, идет. Обращаю внимание, у Ольги у вас два активных контракта. Один идет по роду, второй, который подготовил Бес. Вы готовы аннулировать все эти контракты договора? Ну, говорит, а что, можно? Ольга, да, пожалуйста, говорите да или нет. Да, готова. Отлично. Я говорю вслух, повторяйте за мной. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Вернулась. Открываю воронку в галактическое ядро, и все аннулированные контракты, все отработанные контракты, все фантомы контрактов уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй, аннулировано. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации. Дай команду. Так, рассинхронизацию мы не сделаем, пока у нас не хватает частичек души. Сканер, дай мне полноту души Ольги на настоящий момент. 99. 1% о котором он говорил. Хорошо. Ольга, я обращаюсь к вам. У вас не хватает 1% души, которую успели переправить в мир, где живет ящер. Находится она сейчас в колбе. Вы желаете вернуть частицу своей души? Желаю. Сконцентрируйтесь на своем желании. Выстраивается прямой канал от Ольги к частичке ее души, где бы она ни находилась. 1, 2, 3. И забираем из этой колбы этот процент ее души. Все, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на частоте Ольги находится, где бы они находились, мощным потоком пошли назад. Да, будет так, а так и есть. Есть. Здесь идет слово. Магниты души, они как вытягивают светом. Вернутся. Отлично. Хорошо. Скэнер, дай полноту души. 100. Отлично. Мы все правильно сделали. Дай команду на рассинхронизацию Ольги с Бесом, Инкубом, Ящером, Гуманоидом, Лизардом, а также всеми их артефактами и блоками, которые находятся в клетке. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, все каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Инкуб. Ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Да. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Лизард. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, понятно. Что мы будем проверять? Если я тебя обнаружу, разговор больше не будет дружелюбным. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чиститель Лизарда, забирает, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую, Телли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь ящер, 238-й, 9 лет, находится в биополе, ходил вокруг около 12 лет. И гуманоид с орбиты Ориона, 12 лет тоже находится, куча конструкций, слизь, колограммы, кольца, метки. Все, что можно себе представить, находится в клетке. Ящера забираем, гуманоида забираем, артефакты уничтожите. Благодарю тебя. Под всеми артефактами гуманоида и ящера открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Бес, поскольку ты находишься в ребенке, тебе придется находиться до конца, пока мы его не вытащим, ребенка, и не снимем твои подключки. Он не находится в ребенке. Он не находится? Он сказал, что там другой интерферент, через которого он подключен. Там чёрт. Понятно, это все понятно. Хорошо, тогда сделаем так. Я тебе сейчас открываю портал в дом. Ты идешь, собираешь все, что ты оставил на своей чистоте. Я прихожу, проверяю. После этого ты мне показываешь или чёрт. Все порталы в этом доме, я их закрываю. После этого я собираю весь негатив, который находится в этом доме, и могу поделить между тобой и кто там. Чёрт, ты говоришь, да? Мед тобой чертом. Устраивай. Согласен. Хорошо. Открывается портал в дом Ольги. Один, два, три. И бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Пустая. Выходит эмоциональный фантом Ольги. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию. Злость, агрессия. Все это низкоабрационная, ежезгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Эмоциональный фантом у неё тёмный очень, и у него в области горла перетянутый он, и давление в голову идёт. Ольга, вот так выглядит ваше эмоциональное состояние. Добавлять то, что сказали интерференты, я не буду. Вы готовы избавиться от этих энергий? Готово. Сворачивай энергии в шар, открывай воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Здесь идёт фантом гуманоида, он как облучал её под клюшкой. Выходит этот фантом. Открывай воронку в галактическое ядро и скидывай фантом на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Переходим на частоту неупокойной и бесплотной души. Есть у неё душа. Есть? Да. Хорошо, душа выходит, идёт в клетку. Лейла. Лейла. Как давно ты находишься в этом биополе? Нет. По какой причине ты пришла к Ольге? Пойти хочу через неё. Хорошо, я тебе задам пару вопросов. Не через неё, а я тебе открою портал. Потому что через неё ты не можешь уйти. Она живёт ещё на земле. Ты закончила своё земное существование, земную жизнь, воплощение? Закончила. Бог прибрал меня. Когда это было? Сколько лет назад? Так недавно было. Не знаю, меньше года. Меньше года. С Китаясь я. А почему сразу не ушла Лейла? Не увидела портал или не поняла? В каком возрасте ты ушла? Так я не поняла. И умирать-то как бы не собиралась. А сколько лет тебе было на этот момент? Сколько было? Сколько было? 56, что ли, было. Хорошо. И последний вопрос. В какой стране ты жила? В каком городе? Липецк. Липецк. Хорошо. Лейла, у меня больше нет никаких вопросов. Если ты желаешь, чтобы я тебе открыл портал. Светлый портал. Я его сейчас открываю. Открывается светлый портал в Чистилище. Лейла видит этот портал, идёт в него. Её куратор встречает. Все, кто её знает и помнит, по ту сторону встречает Лейлу. Мы желаем ей всего доброго в новой жизни. Ох, правда вижу. Спасибо тебе, добрый человек. Во благо, Лейла. Дождались меня, там пойду. Всё наилучшего. Что она встречает? Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Поехали дальше. Переходим на Чистилище. Приступает к их удалению до 100%. У неё затемнение, которое на горле было. Ещё чуть-чуть её в болезнь перейдёт. Она краснеть начинает уже. Вовремя. Обратилась. Готова. Открывая воронку в галактическое ядро, магнит с этими энергиями уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Герц. Готова. Синхронизируется энергия и вибрация. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Ольга. Мы закончили вашу Чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она показывает себе цвета. Цвета показывает Меркабу. Доброта ко мне вернулась. Любовь. Не только брать, но и дарить у меня есть. Цените это и оставайтесь чистыми. Сейчас у нас осталась ваша дочь Алина. И мы будем поднимать ее в эту комнату диагностики для того, чтобы произвести ее Чистку. Синхронизируется. 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 Синхронизируется.